У животных, проживающих в зоопарках, должна быть территория определенной площади, ни больше, ни меньше. Новые нормы ГОСТа для зоопарков получили официальное название – услуги населению, услуги зоопарков, содержание хищных животных, общие требования. Документ, согласно приказу Ростандарта, вступит в силу с 1 января 2020 года. Новые меры гораздо щедрее, чем во времена СССР. К примеру, львам, тиграм и медведям советский документ рекомендовал выделять не менее 10-12 квадратных метров, а новый российский ГОСТ – не менее 20. Рыси, согласно новому документу, рекомендовано выделять от 15 до 85 квадратных метров жилплощади, леопардам – от 30 до 200. Самые большие апартаменты площадью от 50 до 400 положены гееновидным собакам. Наименьшую жилплощадь получили феники и сурикаты – от 10 до 60 квадратных метров. Давно было нужно поднять площади минимальные, потому что они с 1956 года, что ли, в Советском Союзе, там вообще маленькие площади, необходимые для содержания животных, крупных и хищных. Ну, у нас они и так увеличены, то есть кто любит своих животных, они попросторнее сразу строят. Зачем делать минимальные? Это может быть какой-то передвижной зоопарк в вагончиках еще делает, маленькие площади. У нас большие. Теперь у каждого животного обязательно должна быть и зона укрытия, где можно спрятаться от глаз посетителей. ГОСТ предписывает зоопаркам оценивать и уровень благополучия питомцев. Также рекомендовано установить доброжелательные взаимоотношения животных и работников зоопарка. Отдельно оговорено, что в учреждении должно быть огнестрельное оружие на случай чрезвычайной ситуации. А мы и сами расширяем. Вот у нас, которые были старые вольеры, мы уже из них переселили и медведей в просторные, и кого еще, и рысей, и леопардов, то есть переселяем. Если здесь найдете старый вольер маленький, то это временное, то есть в ближайшем будущем животное стоит на очереди на увеличение жилплощади. Документ предлагает и правила поведения посетителей. В основном они схожи с теми, что действуют в зоопарках сейчас. По-прежнему запрещается кормить и дразнить хищных питомцев, пролезать через ограждения, ставить и сажать детей на барьеры и ограды, шуметь, приводить с собой животных, распивать спиртное или быть в нетрезвом виде. Отметим, что в России многие годы отсутствовали регламенты правил содержания и кормления, а также требования к ветобслуживанию, транспортировке и дрессировке животных. Как и большинство госстандартов, новый документ носит рекомендательный характер. Однако ГОСТ воспринимается как эталон качества, поэтому многие учреждения хотели бы ему соответствовать, считают специалисты. А принимая во внимание тот факт, что в Приморье диких зверей любят и уважают, есть надежда, что зоологические парки региона постараются соблюсти регламент. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.